Всем привет дорогие друзья! 30 мая на календаре, еще два дня и начнется самое прекрасное время года. Лето, дамы и господа! Самое, наверное, ожидаемое подавляющим большинством вообще людей время. Три прекрасных летних месяца, тепло, жара и все это нас только ждет. Мы только в предвкушении, да, так могло бы быть. На самом деле, если бы мы не оказались в той ситуации, в которой мы оказались на сегодняшний день, я напомню, что два месяца мы уже пребываем в режиме ХЗ, или как его любят называть чиновники, в режиме самоизоляции, который, насколько я понимаю, до сих пор законодательно так никем и не подтвержден. Что за режим, никто не знает. Будут подтверждать? Да, наверное, уже и не будут, потому что уже не надо, потому что постепенно мы выходим из этого режима ХЗ, из режима самоизоляции. Но, дорогие мои, мы заходим в другой режим, в режим самосохранения. Вот такую вот штуку сформулировал на Мидне на этой неделе Сергей Семенович Собянин, глава столицы нашей Родины. Что это за режим, тоже никто не знает. Но к этому вернемся чуть позже. Вообще, две темы хотел сегодня поднять. Тема номер один. Погнали! На этой неделе замечательный РБК опубликовал совершенно замечательную историю о том, что вот за два месяца пандемии российские олигархи умудрились разбогатеть, простите, солнце в глаза шарашит. Зато немножечко лета вам подарю. Так вот, российские олигархи умудрились разбогатеть аж на 62 миллиарда долларов. Ну, это все вкупе, разумеется. Причем речь идет о личных счетах. Не их предприятия стали богаче на вот эти вот 62 миллиарда долларов, а личное состояние российских олигархов выросло на 62 миллиарда долларов. То есть, пока мы все пребывали в самоизоляции, боролись с пандемией, пока на нас нападал кризис, не только на нас, кризис-то мировой, то эти ребята каким-то образом умудрились стать вот существенно богаче. Как? Вполне резонный вопрос, потому что я тоже не понимаю, но, во-первых, повторюсь, кризис мировой. Во-вторых, вот эта вот пандемия, границы закрыты. То есть, по сути, рынки парализованы целиком и полностью. Ничего нигде не работает. Каким образом можно заколымить? Любой нормальный человек задаст вот такой вот вопрос. К тому же, кризис этот, он ведь как раз шарахнул в первую очередь по тем самым олигархам. Напомню, упали цены на углеводороды. То есть, шарахнул он именно по нефтяникам, по газовикам, по промышленникам, как следствие, по банкирам. То есть, по самым богатым людям. Это до нас. Оно все докатится. Это несколько позже, там, через какое-то время. Они должны были почувствовать, но нет. Вы знаете, я тоже, как и вы, сидел, анализировал. За чей счет этот банкет? Как так получилось? Как в такой ситуации можно было поднять кучу бабла? Ничего не буду утверждать. Но вот у меня единственный ответ, который я нахожу на этот вопрос, он заключается буквально в следующем. Вот сейчас то, что буду рассказывать, давайте договоримся с оговоркой по одной из версий, а вы уже сами решайте для себя, принимаете вы или не принимаете. Дело в том, что нам по телевизору с утра до вечера разного рода пропагандисты рассказывают о том, как наше государство, как наше правительство разрабатывает какие-то антикризисные меры, выделяет какие-то сумасшедшие деньги на оздоровление нашей экономики, на поддержку наших предприятий. Вот буквально в четверг в этой программе «Реальная журналистика». Кто не посмотрел, посмотрите обязательно, ссылку оставлю здесь, внизу в описании, ну или заходите на канал, найдете «Реальная журналистика», «Крайняя четверговая». Вот я там рассказывал о том, как министр экономразвития решетников доложил всем нам, что за эти два месяца, за эти два месяца пандемии в экономику страны дополнительно влили более трех триллионов рублей, чтобы вы понимали, сколько это, это целая куча денег. Это 15% годового бюджета страны, планируемого. Так вот, помимо всего прочего, они еще три триллиона рублей туда влили, а еще это три триллиона, это сумма, из-за которой нам подняли пенсионный возраст, потому что это оказались неподъемные какие-то сумасшедшие деньги. Вот за эти два месяца каким-то образом наши правители такую сумму изыскали, и даже влили ее в экономику. Только вот я вам докладываю, в четверг в программе об этом говорил, что мы бы сразу почувствовали. Такие финансовые вливания не могут пройти незаметно, а тут вроде как и не было ничего. Я задавал вполне резонный вопрос, но такой понятно, что в пустоту до решетникова оно вряд ли дойдет. А где эти деньги? Куда конкретно вы их влили? И вот сейчас у меня начинает пазл складываться. По всей видимости, деньги-то выделяли на поддержку предприятий российских, а вот эти вот товарищи, олигархи наши, они просто перекидывали их на свои личные счета. Ну, оно действительно так получается. Если вы возьмете калькулятор в руки и посчитаете там вот эти вот 3 триллиона, поделите на стоимость доллара, то у вас примерно такая сумма и вылезет. Вот и все, дорогие мои, вот так вот у нас оздоравливается экономика. Потому что по-другому объяснить вот это вот сумасшедшего обогащения узкой группы людей, повторюсь, в момент, когда весь мир на карантине, когда границы закрыты, когда рынки целиком и полностью парализованы, только два варианта. Они еще могли клад найти, все дружно поделить между собой и где-то каким-то образом оценить. Поэтому, господа ватники, к вам тоже хочу сейчас обратиться. Ну, тоже попытайтесь проанализировать. Я понимаю, что вы лишне хромосомные ребята, что для вас вообще все это сложно, и в школе вы учились, вероятно, очень плохо, но попробуйте. Может быть, каким-то выводом придете. История номер два. Слушайте, вот если раньше, да, у меня вот это вот... Было такое смешанное чувство в отношении победы на фашизм, хотя иногда Адам шутил, да, говорил о победе ли мы фашизм, в том числе в своих программах, потому что некоторые вещи, некоторые поступки, которые предпринимают наши руководители, они, да, так пованивают вот этим вот явлением, то, что произошло в последние дни, ну, меня окончательно поразило. Я имею в виду вот этот вот режим самосохранения, я имею в виду то, что сегодня делается в Москве. Да, кто-то мне может сказать, да что ты привязался со своей Москвой, не все живут в Москве. Дело в том, что, когда что-то делается в Москве, как правило, наши замечательные губернаторы пытаются это перенять, губернаторы, мэры других городов, особенно крупных, пытаются это перенять и внедрить у себя в регионах, поэтому очень может так статься, что нас с вами вообще всех это тоже коснется, не только москвичей, ну, да вот в чем дело. А дело в том, что Москву, как в небезызвестном фильме, голодные игры поделили на дистрикты. То есть там есть несколько каких-то зон, шесть, по-моему, зон, они создали, они разрешили, власти имеется в виду, когда я говорю о ней, Собянин в первую очередь, они разрешили людям все-таки выходить на улицу, погулять, но оно и понятно, лето, жарко, в душном городе, в душной квартире, невозможно, невыносимо находиться, к тому же, ну, я больше чем уверен, 90% россиян тупо нет кондиционера, это, в общем, не самое дешевое удовольствие, вот, да и просто, ну, хочется уже выйти, погулять, подышать свежим воздухом, потому что, так-то в стране 9 месяцев зима, тут такое время, понятно, что люди захотели, были вот баре, баре, им разрешили это сделать, но, повторюсь, сделать, вот, это напоминает, ну, знаете, такой период, 40-1941-1943, там, 44-45, в отдельных регионах и городах, то, что происходило на территории Советского Союза, тогда, когда вламывались фашисты на нашу землю, а точно так же города делили на гетто, делили людей там на своих и чужих, загоняли кого-то в эти гетто, вот, то же самое, поделили Москву на 6 гетто, и вот эти вот 6 гетто должны будут каким-то образом поочередно гулять, то есть, там выложено, есть какой-то график, как в тюрьме, что в определенные дни, там, допустим, категория номер 1, там, или вот гетто номер 1 гуляет понедельник, среда суббота, гетто номер 2, там, вторник, четверг, воскресенье, ну, я условно сейчас говорю, понятно, что я этого всего не помню, но, ребят, ну, это дикость, во-первых, да, конечно, маски, намордники, перчатки, все это естественно, обязательно, спасибо, что пока не на цепи, второй момент, при себе необходимы документы, во-первых, гулять далеко нельзя, радиус действия, там, ты можешь угулять от своего жилища, ну, максимум, где-то там, на 2 километра, не далее, правда, пока оговаривается, что, ребят, это рекомендованная такая мера, они рекомендуют не дальше 2 километров уходить от своего дома, но, я так подозреваю, это пока, все это носит такой рекомендательный характер, уже через пару-тройку недель, нам будут рассказывать по телевизору, те же самые пропагандисты, о том, что, ах, вот злостный нарушитель, он не на 2 километра от дома ушел, на 2,5, начнут выписывать штрафы, это, в общем, нормально, более того, придется с собой носить целую кучу документов, что, во-первых, надо будет подтвердить, что, действительно, живешь в этом районе, показать прописку, далеко не все живут по прописке, в смысле, по месту регистрации, кто-то там зарегистрирован у мамы-папы, живет где-то с девушкой в каком-то другом районе, значит, тебе придется носить с собой еще договор аренды, или, правильнее будет сказать, найма вот этого вот жилого помещения, далее, если ты с кем-то гуляешь, а гулять вы имеете право только со своими близкими и родственниками, вам необходимо доказать родство, то есть, грубо говоря, для этих целей, если ты гуляешь там с мамой, например, со старенькой, там, или с бабушкой, то тебе необходимо еще какое-то свидетельство о рождении, по всей вероятности, с собой таскать, ну, там, его копию, по крайней мере, ну, и так далее, и тому подобное, слушайте, ну, я говорю, такое было, по-моему, только в период 1941-го по 1945-й на территории нашей страны, вот этим вот занимались только фашисты, сегодня, в общем, российские власти все это дело возрождают, я не знаю, почему люди молчат, потому что это уже такое свинство, а самое главное, ребята, вот вы сейчас умилитесь, что вот эта вот вся хрень, а, про пропускной режим забыл, про пропускной режим он есть, то есть, а усваивайся, получать нужно будет, ну, вернее, цифровые пропускайся, и ты работаешь, и бла-бла-бла, или куда-то выходишь в магазин, это все тоже остается, поэтому, вы знаете, в свое время я когда-то прикалывался в одной из программ, есть такой фильм «Голодные игры», и я где-то так ради шутки сказал, что очень напоминает происходящее, да нет, вот то, что происходит сейчас, то, что хотят сделать с нами сейчас, вот это вот уже напоминает фильм «Голодные игры», и то ли еще будет, но самое смешное, что, ребята, эта вся херня не распространяется на чиновников, на депутатов, на представителей силовых структур, там, полицейские, росгвардейцы, сотрудники прокуратуры, следственного комитета, судейских, на них тоже не распространяется, на представителей официальных СМИ, то есть, ну, я так понимаю, на пропагандистов, есть у тебя, например, бейджик, что ты являешься, типа, журналистом канала «Россия», ходи, гуляй, Вася, ничего тебе этого делать не надо, то есть, на всех халуев режима, на всех тех, кто обслуживает режим, вот эта вот история не распространяется, ну, вернее, как бы официально тоже распространяется, но им этого можно не делать, их не будут привлекать, за нарушение вот этого вот режима самосохранения, я ничего не понимаю, видимо, вирус, он как-то избирательно людей поражает, если, значит, ты власти Путина не поддерживаешь, то тебя вирус обязательно поразит, а если ты являешься халуем или заблюдом, значит, ты можешь заболеть, и это принято, вот этот режим самосохранения, сделан для таких, для тех целей, что будут в целях твоей безопасности, ну, вообще, ежу понятно, что это очередная какая-то издевательская история, и я на самом деле не знаю, как еще над нами должны издеваться эти люди, для того, чтобы мы наконец проснулись, зачесались и захотели почувствовать себя нормальными, свободными людьми, имеющими какие-то права, отличающимися от животных, ну, надеюсь, рано или поздно это случится, удачных вам выходных, ну, это, наверное, единственное обнадеживающее, что могу сказать, увидимся завтра на стриме, говорить будем о правовом беспределе, все, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok,